всем привет вы на канале тренер хапаев я буквально вчера приехал соревнований которые заняли у меня два дня со взвешиванием со вступлением закончились и не поздно вернулся вчера вечером достаточно плохо спал потому что после прилива эмоционального после таких экстремальных нагрузок всегда идет спад эмоциональные психологические сейчас я нахожусь такой ушел по синусоиде я ушел вниз никуда не вышел сегодня дома и решил записать видео для вас и сейчас я сделаю еще некоторые упражнения тема наша сейчас это будет две серии 1 сейчас расскажу а потом я покажу и дополню то что не успел здесь сказать это статич статичные нагрузки нагрузки которые делаются в неподвижных каких-то позициях ну самое популярное то известная пресловутая известная планка которая бесспорно улучшает улучшает вашу физическую форму улучшает вашу выносливость и улучшает мышцы кора которые работают как стабилизаторы во время ваших динамичных каких-то движений вот но просто люди которые далеки от спорта или от физкультуры они воспринимают статичную нагрузку только через эту планку а в общем-то статичные нагрузки могут быть в любых позициях любую динамическую нагрузку можно перевести статичную то есть удерживать какой-то вес свой вес или утяжелитель и что очень важно для коксоартрозника в этой истории что статичная нагрузка я покажу сейчас другой серии вот несколько элементов этой нагрузки особенно в позиции всадника или позиция сумок сумок как она называется или позиция классического приседа в любых фазах этих приседаний можно удерживать себя статично и это будет благотворно действовать на ваши суставы каким образом потому что всегда когда вы слушаете экспертов и вам говорят делайте упражнения это хорошо для ваших суставов то многие эксперты не объясняют почему это благотворно действует я сейчас попытаюсь объяснить простым языком во время статичного упражнения у вас происходит напряжение мышечное статичное мышечное напряжение которое влечет за собой сдавливание вашей кровеносной системы вот ну вообще да по всему организму то есть кровь замедляется потому что мышцы расширяются от напряжения и кровь замедляется то есть это получается вы как бы перегибаете шланг с водой бегущий бегущая вода по шлангу перестает течь или течет гораздо медленнее то есть вы сжимаете постоянно вот этот шланг пока вода не прекратится когда вода прекратится когда кровь абсолютно остановится будет а не менее да вот как вы руку отлеживаете там на или ногу отсиживаете в неудобной позиции это как раз вот такой эффект то есть вы создаете себе искусственно стресс за которым вы можете контролировать вы можете контролировать эту ситуацию искусственный стресс потом вы когда встаете освобождаете себя от этой нагрузки то сразу автоматически как будто бы вы шланг отпустили и вода кровь условно да если аналогию примера брать начинает усиленно приходить в то место где была его нехватка тем самым идет обильный приток крови естественно кислорода и всех минералов витаминов которые нужны для сустава для суставной сумки ну и в общем-то для тех мышц которые находятся в ослабленном состоянии то есть вокруг мышцы какие-то работают активно а какая-то мышца находится сокращенном спящем состоянии туда начинается прилив соседней мышцы а мы знаем что все мышцы связаны между собой через фасции поэтому в любом случае напрягая соседнюю мышцу вы воздействуете тем самым и на ту мышцу которая у вас проблемная поэтому статичные напряжения достаточно хорошо работают для суставников потому что не требуется динамичных движений да но мы понимаем же вот головой что любое движение то есть если вы делаете 10 15 раз это вот идет такое трение да если вы доделаете 50 раз то трение усиливается если вы делаете 500 раз а есть такие которые делают 500 раз то естественно трение еще больше усиливается а если у вас сустав больной там не такое количество синавиальной жидкости сам сустав не может уже быстро восстанавливаться поэтому мы больной и плюс вы еще даете сверх нагрузки естественно все это ну не очень хорошо так мягко скажем но это не значит что делать не надо просто везде должен должна быть мера дороже должна быть саморегуляция ваша саморегуляция вы должны сердцем мозгом чем угодно чувствовать то что вы делаете поэтому что я хочу сказать люка как и делать в каком режиме все это лучшее со мной в группе заниматься у меня в группе тренироваться со мной и там понимать систему вот эту система упражнений которые периодически меняется и чтобы она не утомляла вас потому что если вы сейчас возьметесь дружно и начнете делать это все то ну все это будет конечно достаточно плохо для ваших суставов но если вы распределите нагрузку грамотно а как грамотно это только в группе тогда вы почувствуете облегчение сейчас я в следующем фильме покажу некоторые упражнения которые я сам лично люблю делать и самое главное что в статике можно хорошо балансировать то есть стабилизировать ваш таз выравнивать то есть находить те позиции где вот таз можно выровнять ментально закрепить его и тем самым вы делаете статичное напряжение которое выравнивает ваш таз за несколько подходов с отдыхами да вы укрепляете даете вашему мозгу запоминание как таз должен стоять вы в конце я хочу сказать вы заметьте что все у проблемы с суставами в общем-то усугубились благодаря статичным напряжением и мы сейчас как будто бы назад возвращаемся вот смотрите работа стоматолога неподвижное стояние над клиентом до в очень неудобной позиции с наклоном вперед ноги находятся в статичном напряжении человек больше не тренируется но постоянно каждый день испытывает вот этот стресс любой офисной работой работник любой ну чиновник я не знаю любой бухгалтер испытывает статичное напряжение когда он сидит на стуле до компьютерщик айтишник кто угодно любой шофер который дальнобойщик там едет по дороге то у него в статичном напряжении находится его пятая точка там да потому что он сидит у него и очень стрессово напряженная работа и конечно спина тоже находится статичном напряжении что в конечном итоге то есть не на не навязчиво незаметно вот эти статичные напряжения которых которым тело вроде привыкло и оно должно уже адаптироваться почему происходит эта проблема потому что идет дисбаланс мышечный то есть если вы все время делаете одно и то же то естественно мышцы антагонисты не получают нагрузки и это тоже плохо но это опять только в группе чтобы все понять невозможно за 10 минут все это рассказать доступно и понятно поэтому если эти статичные профессиональные какие-то отклонения принесли вам усугубление ухудшили ваших состояния суставов то теперь можно это взять под контроль и уже за счет правильных нагрузок уже облегчить себе задачу то есть сделать какое-то улучшение для ваших суставов все если вам приятно слушать мои размышления и хотите более ближе ко мне то пишите вот здесь будет ссылка на группу вконтакте на мою личную страницу по ней напишите мне ваше желание вступить в группу мне лично и я вам тогда объясню как напоминаю что эта группа платная пятьсот тридцать рублей в месяц это две бутылки водки приблизительно так да ну можно хорошую бутылку водки взять за пятьсот рублей а можно две плохих взять а можно вступить в группу и целый месяц пользоваться той информации которая там уже накопленной и со мной вместе тренироваться каждый день я сам лично тренируюсь показываю каждый день и этой тренировки остаются в записи вы можете их смотреть и задавать мне вопросы я 24 часа вам их отвечаю все всем пока живем без боли и идем вперед дальше как говорится газуем дальше еще и